Уважаемый судовод, до этого я вам показывала пионы травянистого вида. Вот данный пион это древовидный пион. Древовидный он в первую очередь потому, что у него стебли начинают деревенеть постепенно. Постепенно, то есть отрастает новая верхушечка, она деревенеет и вот с каждым годом он растет ввысь и вот эти стебельки у него деревенеют. Такие пионы бывают доходят аж до двух метров в высоту. Этот пион отличается от травянистого тем, что у него бутоны очень похожи на бутоны розы. Они очень красиво цветут. Я вам немножко позже покажу, когда вот этот бутончик расцветет, как это выглядит. И что самое интересное, древовидных пионов существуют в мире на данный момент, насколько я знаю, не более 40 видов. То есть всего 40 видов. Если обычных травянистых пионов, их развели большое количество, там гибридов всяких, как я вам ранее рассказывала уже, то этих пионов всего 40 видов. Вот такие пионы нужно сажать в тени. Когда их сажаешь в тени, то самое интересное, что бутончики, то есть цветочки становятся более яркими. Само растение быстрее развивается и растет ввысь. К сожалению, вот здесь как-то я об этом раньше не знала и неудачно посадила его на солнышко. Хочу взять отросток у этого пиона и пересадить в другое, более благоприятное для него место за счет укоренением черенка. Уважаемые садоводы, я приготовила специально горшочек с землей, пригнула один отросточек этого пиона для того, чтобы его пришпилить. Ну и, соответственно, у меня готова шпилька. Сначала я беру вот этот отросток и для того, чтобы быстрее проклюнулись корешки, я немножечко, скажем так, убираю верхний слой коры, чтобы быстрее произошло его укоренение. Чуть-чуть совсем, буквально. Вот таким вот образом. Кладу его таким образом на землю, сверху засыпаю тоже землей и пришпиливаю шпилькой, чтобы он был зафиксирован в одном положении. Сверху поливаю водой. Обратите внимание, что его нужно не забывать поливать. Если вы не будете его поливать часто, то корешков у него не появится. Уважаемые садоводы, подписывайтесь на канал, ждем ваших комментариев. Всегда рады пообщаться. Субтитры сделал DimaTorzok